Электрошкаф как сердце дома или предприятия. С таким отношением к своему продукту на Барнаульском заводе изготавливают электрощитовое оборудование. Здесь около 30 человек и сейчас от них зависит работа на ряде объектов по всей стране. После ухода из России крупнейших импортных компаний, например, Симонс или Шнайдер, рынок электрооборудования опустел. Порядка 70, а то и 80 процентов комплектующих и так или иначе оборудования было иностранного производства. Российские компании и китайские занимали оставшиеся 25-30 процентов. Многие компании после этого ушли с рынка, причем достаточно быстро, по сути бросив многие объекты и многие проекты. Команда Павла стала экстренно включаться в проекты и предоставлять продукцию, аналогичную западным компаниям. И сейчас Барнаульский завод разве что борется со стереотипом, что логистика Сибири это долго и дорого и ищет инженеров и сборщиков. Несмотря на катастрофически непростой 2022-й, ушедший год открыл новые возможности для российской промышленности производить самим для себя. В Алтайском крае подготовили целый ряд уникальных предложений. Так, наш регион производит колесные диски больших размеров для сельхозтехники, наши подшипниковые узлы и С-образные стойки заместили продукцию из Европы и Канады, а форсунки распылителей из Германии. А графитовая фольга обеспечит производство прокладочных изделий. Больше стали выпускать бытовой химии, значительно вырос спрос на авиационные шины, которые производят в Барнауле. На Алтае организовали или расширили выпуск тракторов, металлических опор освещения, 3D-принтеров, новых моделей вагонов. Производство прочих транспортных средств и оборудования, его доля 5,3%, вот индекс по нему составил 129%, это Алтайвагон предприятие, это Барнаульский вагоноремонтный завод, в целом они 9621 вагон произвели за прошлый год, за прошлые 12 месяцев, это на 17,7% больше, чем годом ранее. По словам министра промышленности Вячеслава Химочки, индекс промышленного производства края за 22-й год составил 101,9%. Это на пару десятков процента больше, чем за 21-й. Рост обеспечили вагонное и лекарственное производство текстильный сектор Химпром. По мнению экспертов, не стоит расслабляться и в 2023 году. И обратить внимание нужно на максимально близкую к конечному потребителю продукцию. Например, в России вообще не производят ниточки для чайных пакетиков или кольца для консервных банок. Анастасия Драган, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.